Всем привет! Отгремели летние каникулы. И вот мы вновь в студии, в эфире передача на туре. Михаил Меркулов, Дмитрий Ишов в студии. Максим Кистеров, к сожалению, заболел. Сегодня его в передаче не будет. Мы желаем Максиму скорейшего выздоровления. Как и год назад, мы первую передачу проводим в таких экстренных условиях, но не выйти мы не могли, потому что произошло много футбольных событий, о которых мы с Димой сегодня поговорим. У нас много видео, много интересных фактов, Дим. Ну и начнем, наверное, с Суперкубка, который состоялся две недели назад. В этом матче Трансконтейнер сразился с Титана. Впервые оба коллектива оказались в матче за Суперкубок с Западной Лиги. И для обеих трофей, конечно, был очень важен. Согласен, Дим? Безусловно, трофей был очень важен. Тем более, что трофей можно было завоевать всего лишь за 60 минут, выиграв всего лишь на всего один матч. Но здесь было еще очень интересно посмотреть на команды, потому что хоть и летнее трансферное окно, точнее, период межсезонья, он длится всего лишь на всего один месяц, но, с другой стороны, за этот месяц произошли колоссальные изменения не только в Западной Премьер Лиге, но и, в частности, в каждой из команд. Поэтому было очень интересно посмотреть. И, ты знаешь, вот как и в большом футболе, мне показалось, что до конца все-таки команды еще не подготовились к сезону. И это вот был такой вот первый пробный тест, что ли, да, или какой-то первый шаг такой в этом сезоне. Ну, я, наверное, скажу про трансконтейнер, что здесь тишь да гладь, это, знаешь, как бабушке приезжаешь в деревню, а там всегда одно и то же, ничего не меняется. Те же вкусные пирожки, те же вкусные блинчики и так далее, да, и все одинаково. Трансконтейнер, примерно похожая ситуация, команда отдыхала, команда абсолютно никак не видоизменилась, команда вышла только из отпуска, была одна тренировка перед Суперкубком, при этом по первым минутам было видно, да, что все-таки трансконтейнер пока не, явно не в тонусе, не хватает игрового ритма, но вот ко второму тайму, кстати, мне трансконтейнер вполне понравился. Ну, это вообще какая-то вот отличительная особенность в этом сезоне, ну, конечно, мы судим только по двум матчам, какие-то долгоиграющие выводы делать рано, но второй тайм и даже в чемпионате, мы забегаем немножко вперед, трансконтейнер тоже начал очень хорошо и действительно лучше, чем первую половину встречи. Вот, что касается Титана, здесь ожидаемо было от Алексея Медведева, да, то, что будут те же рельсы, что и были в прошлом году, когда команда активно начинает, вот эта модель игры, наверное, может быть, не рельсы, а модель игры, будет более корректное слово, модель игры, она, в принципе, не изменилась по сравнению с прошлым годом, я думаю, что мы увидели прошлогодний Титан по манере, да, добавленными новыми футболистами просто. А Титан, как всегда, в это летнее трансферное окно выступил главным ньюсмейкером, и на самом деле подогрели они интригу к своей команде еще в конце прошлого сезона, да, вот те слова Алексея Медведева, что он уходит из команды, причем в качестве футболиста, и вроде бы он говорил, что и про тренерскую должность также, да, что вряд ли вы увидите у руля Титана его в следующем сезоне. Однако мы видим Медведева у руля, мы видели его в матче за суперкубок в игровой форме, хотя вот уже чуть позже, да, информация по ее поступила, что ищет он себе другую команду и будет уже непосредственно играть в другом округе, скорее всего. Ну и нашел он эту команду себе. Ты, кстати, знаешь, куда Медведев ушел? Ну, я думаю, что в один из суперклубов, в один из топов. Вообще нет, то есть, ну, ты не видел еще, да, информацию. Он ушел, по-моему, на северо-восток к Василию Уткину. В агрессе? В агрессе, да, все верно. И теперь Алексей Медведев будет популяризировать именно вот команду Агресси. Ну, соответственно, будет спокойно руководить командой из Бровки. Тем более, что Денис Локтионов, он сейчас принял команду второй лиги и занят именно там. Тем не менее, первый матч в этом сезоне, да, получился достаточно интересным. 1-1 вполне такой счет, он стандартный счет. Ну, стандартный счет, но при этом это 1-1 с большим количеством моментов. Во всяком случае, для такого матча, да, который носит вот то самое наименование финал, да, или кубок в таких матчах, где результат зависит именно от 60 минут, обычно какой-то голливой феерии мы не ждем. Здесь же команды в волю порезвелись, да, проявить голкиперам себя во всей красе. Такое нечасто бывает, но те команды, которые играли за суперкубок, они же встречались и в матче первого тура. И сейчас на ваших экранах вновь нарезка китан-трансконтейнера. Вы можете даже не понять, что мы переместились уже из-за матча за суперкубок в матч первого тура западной премьер-лиги, но это так и есть. И здесь примерно похожий матч. Такое ощущение, что два одинаковых матча просто 120 минут просто отбегали и все, 4 тайма. И, к сожалению, это самое предсказуемое событие, вот этот итоговый счет, потому что всего лишь навсего неделя разделяло эти два противостояния. И мы спрашивали и у Николая Мазурина, главного тренера транс-контейнера, и у Алексея Медведева, наставника Титана, можно ли как-то преобразовать игру, как-то перестроиться. Они сказали, что нет, не в условиях любительского футбола, когда у тебя там одна, ну максимум две тренировки в неделю. Ну, различие разве было в том, что в матче с суперкубок первым забил Титан, транс-контейнер отыгрался, затем наоборот, транс-контейнер забил во втором тайме усилиями Куликова, которому, кстати, ну полевое помогло, потому что было скользкое, да, так скаканул он в дальний угол. Ты знаешь, посмотрел несколько повторов, там даже не поле помогло, а вот какое-то волшебство, какая-то магия Максима Галихина, потому что именно он стоял перед защитником и голкипером, и, видимо, закрыл так обзор, что просто-напросто Юрий Костриков не успел среагировать, он просто не видел момента удара, и откуда мяч, собственно говоря, полетит в поворот. Ну, а затем уже Илья Ульяненков сравнивал счет, ну вот, то, чтобы забить второй мяч было сложно, все-таки команда больше действовала на то, чтобы не пропустить, и это было важнее всего. Вот, опять же, много ждем от Ульяненкова, да, который, ну, пришел, наверное, главной звездой в Титан, хотя было много усилений, трансферов, мы поговорим об этом еще чуть позднее, но, тем не менее, да, все-таки Ульяненков как главная звезда, как бомбардир Галеодора, от которого мы, наверное, ждем очень-очень многого. Ну, в любом случае, всегда, чаще говорят о нападающих, о забитых мячах, о каких-то подкатах, там, выжигании земли, об этом обычно забывается, работа, там, того же опорника, да, она не так заметна, как работа атакующего полузащитника. То есть, соответственно, конечно, от Ульяненкова, точнее, к нему очень повышенное внимание, и, конечно, ожидания, они, ну, наверное, где-то даже завышены, да, но посмотрим, сможет ли он их оправдать. Да, это первый сезон Ли в западной премьер-лиге, и здесь тоже на него ложится большая ответственность, тем более Титану надо защищать и титул чемпиона, и статус позволяет, и как команда, как и непосредственно самого футболиста. Что касается, делать небольшие выводы, если, да, вот мне показалось, Титан, как я уже говорил, да, в нашем разговоре похожим на прошлогодний манеру игры, что-то похожее, да, вот где-то как-то не изменился. Только вот без юношеского такого задора. Все-таки Титан, наверное, в прошлом сезоне был помоложе, в целом, как команда, и вот был какой-то такой задор-драйв, если хотите. Он играл и в положительную, да, в положительную сторону, и в отрицательную, потому что мы помним, как против Мега Титана в конце сезона с такими глазами Титан побежал вперед, и, в общем-то, совершенно спокойно на контратаках Мега Титан забил пять безответных мячей. Мог забивать еще и больше. Ну, с точки зрения физиологии с тобой согласен. Титан, конечно, повзрослел, но вот что касается эмоциональной составляющей, да, понимания, ну, не знаю, я пока что не уверен, будем смотреть, наблюдать, и вот этот год, он будет как раз очень интересным, и ключевым, там будет действительно интересно понаблюдать. Но вот пока я бы поспешно к выводу все-таки не делал. Да, безусловно, ну, и интересно будет, как разберется Алексей Медведев, как он рассортирует всех своих игроков, потому что много усилений, много травмированных, и, ну, если так вот, да, в клуарах часто говорят, что у Титана уже чуть ли не три равносильных, равноценных состава. Ну, три не три, но два точно, и один другой мог бы играть точно в старте западной премьер-лиги. Вот, одним, что касается транс-контейнера, вот, который год он вокруг да около ходит вот этой тройки большой, да, но вот по первым двум матчам, опять же, да, сделаем скидку большущую, в отличие от этих команд, что транс-контейнер как раз очень тяжело вкатывает в сезон, и есть объективные причины, но вот, может быть, мы транс-контейнер еще не видели сильными соперниками в начале сезона, да, потому что обычно транс-контейнер более-менее такой неплохой результат, но мне кажется, что все-таки здесь транс-контейнер чересчур прямо линейен стал. Нет, вот, действительно, кроме стандартов, по сути, ничего не было. Вот меня немножко это настораживает. Ну, я понимаю, но ты все-таки, наверное, немножко утрируешь, да, что уж совсем ничего нет. Ну, да, и транс-контейнер всегда был силен стандартами, и, в общем-то, не секрет, да, что есть определенные проблемы и в атакующей линии, где-то вот в обороне нашли свою игру, да, выстроили, нашли этот стержень, в конце концов, да, на котором все держится, то в нападении пока, ну, вот Куликов начал себя проявлять, забил гол, хотя, опять же, ну, здесь не без доли везения, конечно, безусловно. Но мы вспоминаем о том, что транс-контейнер – это команда немножко особенная. Корпоративная, да. И здесь ресурсы, они какие есть, они такие и будут, да, максимум там одно-два усиления за сезон, и это будет очень хорошо. Ну, если вообще будут, но, опять же, я который год говорю, что все-таки в помощь Павлу Крылову должен быть еще кто-то, и должен это быть все-таки в атаке, где-то в той стороне, наверное, туда искать, на мой взгляд, топового футболиста, топового. Ну, где же его найти, да, но это другой вопрос. Максим Галихин, Андрей Жарков, они появились в стартовом составе с первых минут, мы говорим сейчас уже про матч чемпионата, а вот в матче за Суперкубок они оставались долгое время на замене. Все это намекает на то, что мы будем чаще намного видеть Максима Галихина в этом сезоне в стартовых составах, и это, конечно, отрадная новость и для нас, и для перевозчиков, я думаю, тоже. Ну, два коллектива задали хороший тон нашему чемпионату, начался он действительно весело, бодро, но и другие команды тоже не подкачивали. Тур получился очень-очень голевым, в частности, ФКСП сыграл с Альбионом 9-1, и можно сказать, что сделал голевую победу, потому что проигрывал 1-0, конечно, по счету так не скажешь, но, в принципе, здесь... Здесь все ожидаемо, во-первых, потому что мы принимаем во внимание силу команд, подборы ростеров и футболистов, я и не зря здесь сказал ростер, потому что Альбион приехал, по-моему, с одной всего лишь на всего замены, ФКСП, понятное дело, полностью укомплектован. Даже 1-2 это особо не имеет значения. Да, и к тому же уже даже до матча Иван Ершов признался, что не будет нескольких лидеров на этом противостоянии, еще находятся они в отпусках, и вот Альбион мы, наверное, увидим уже в такой полной боеспособности, где-то ближе к сентябрю, даже, наверное, к середине его. Ну, посмотрим, посмотрим, как будет в этом матче. Отмечу Александра Лумону, который забил 5 мячей, да, теперь он лучший бомбардир чемпионата. Действительно, Александр соскучился по футболу, был у него период, когда была травма, когда он не играл, и вот... Был отзаявлен больше. Был отзаявлен, да, потому что в ФКСП, ну, такая была текучка в связи там травм и так далее, вот, что просто не нашлось Александру места. Но сейчас он в составе, и такое ощущение, что он очень голодный был, он просто рвал и металл, действительно, с такими яркими глазами. Такого Форда, возможно, как раз прокуратуре и не хватало. Ну, это камень такой в огород Владимира Читая, мне кажется. Ну, Читая уже не играет какой-то, второй сезон, получается, третий будет сейчас, ФКСП, вот, ну, можно еще и Далматова вспомнить. Я не беру, когда был Читая, там, Далматова, вот, последнее время я имею в виду, да, когда вот... Да, действительно, но были проблемы с вратарской позиции, их удалось как-то решить, причем, там, чуть ли не за неделю. Ну, и нападающие тоже, да, были поиски, постоянно искали. Ну, и мы помним, да, что и Дрисову приходилось закрывать эту позицию. Он справлялся, да, вопросов нет, но все-таки, наверное, он приходился бы где-то и на другом участке поля. Ну, я добавлю меда в ложку с дегтем Альбиона, да, 9-1, но, ты знаешь, во-первых, 25 минут играли действительно хорошо, да, как ты сказал в обзоре, и действительно, Альбион выглядел неплохо. Но, опять же, голы при счете 1-0, 1-1, некоторые были необязательны, потери в центре поля, то есть можно было... Я думаю, это усталость, это уже потери концентрации, где-то уже, наверное, не верили в свои силы, да, после, там, четвертого, может, пятого пропущенного мяча, поэтому, конечно, они где-то и допускали ошибки, ну, это все очевидно. Ну, возможно, но, тем не менее, если состав будет более-менее собираться, 12-13 человек, то я считаю, что Альбиона в этом сезоне может покусать, ну, если, может быть, не тройку, то за пределами тройки любого соперника однозначно. Поэтому, в принципе, Альбион, ну, как это говорят, скорее жив, чем мертв. Вот так вот. Большие, большие и оптимистичные авансы от Михаила Меркулова. Ну, первая передача, Дим, да. В сторону Альбиона, да. Ну, это пока, да, давай все-таки будем с тобой более, так скажем, оптимистичны. Да, ну, посмотрим на самом деле, как эта ситуация будет развиваться. Но не все матчи у нас заканчивались с разгромными счетами, были также и ничьи, и, наверное, это вот один из самых интересных поединков, которые проходили. Я скажу даже больше, чуть ли не половина матча закончилась ничью, причем с одинаковым счетом. Ну, да, два из пяти. Ну, практически половина. Да, да, да. Статистика такая, но матч, о котором мы говорим, это матч, которым завершался чемпионат в прошлом сезоне. Матч между дружескими коллективами, между Асланом Гатаговым и Успенским. И, ты знаешь, матч действительно оправдал все ожидания. Игра смотрелась, держала в тонусе. Вот как-то эмоции действительно не пропадали. Ну, наверное, здесь и счет, да, тоже в положительную сторону сказывается, потому что любая команда могла в любой момент выстрелить и как-то свести к победе, да, это противостояние. Было очень много, просто какое-то катастрофически огромное количество голевых моментов. Еще больше желтых карточек было, их было целых 9 штук. При этом мы отмечали, что какой-то именно грубости, хамства стороны коллективов не было. То есть все было как-то в рамках такой жесткой мужской борьбы. Ну, да, желтые карточки это неотъемлемая часть футбола и без этого никуда. Но если ты хочешь выигрывать, если ты хочешь бороться, то будь любезен играть до конца и ножку не убирать. Ни Готагов, ни Успенский это не привил. Конечно, с точки зрения футбола, кстати, Готагов более понятен, более ясен, более пока осмысленен. Успенского все-таки, опять же, этого немножко не хватило, на мой взгляд. Да, безусловно, этого не хватило. Не хватило, на мой взгляд, и сыгранности. Немножко обособленно смотрелся Эрик Арчагин. Корчагин, много мы от него ждали. Он, в принципе, свою работу-то делал. Он отцеплялся за мячи, скидывал партнерам. Но на деле никакого положительного результата. Все эти атаки они несли в себе. Корчагин работал, работали и полузащитники. Но вместе пока этот механизм, он не единый. Ну, наверное, он пока неисправен. Можно даже так сказать. Ну, вот проследил я такую закономерность. Закономерность у Корчагина, она идет в Уфе у нас такой синусоидой. Когда он был в Атлантисе, он был топ, он сбивал, он был хорош, и мы не могли на него налюбоваться. После того, как он перешел магистраль, мы тоже давали, говорили, что Корчагин класс, все ждем. Но у него там не шла игра, потому что не получалось у него. Все-таки партнеры немножко другого класса, по сравнению с Атлантисом. После магистрали он перешел в Мегатитан, где партнеры, в принципе, ставимы с игроками Атлантиса. Вот. И Корчагин тоже вновь был в порядке, играл. Но сейчас с Мегатитами пришлось сделать выбор между Кутузовым и Корчагиным. Понятное дело, что выбор был в пользу более молодого Форруда. Корчагин передвинулся, перешел в Успенское. Топовый, хороший выбор, хороший футболист. Но пока что Корчагину не хватает партнеров. Это однозначно, это видно. И не факт, что Корчагину удастся этот сезон точно. На мой взгляд. Вообще, да, пока, наверное, если делать какие-то выводы из своих размышлений, не факт, что Корчагин завершит сезон в Успенском. Но посмотрим, посмотрим. Потому что, ты знаешь, все-таки пришли хорошие, сильные футболисты еще в Успенской. Это вот же Юрий Козлов. На мой взгляд, пахали они с Рахманько очень много. И, ну вот, один пропущенный мяч, это действительно нужно памятники. Ставить этим двум футболистам, их заслуга в этом просто катастрофически огромная. Я с тобой согласен. Козлов, безусловно, это шикарное усиление, да, он поможет. Но это, вот опять же, ты правильно сказал, это Рахманько и Козлов, да, с Корчагином. Они, в принципе, не взаимодействуют друг от друга, не зависят. А вот вопрос, кто будет подносить снаряды Корчагину, это уже совершенно другой момент. Да, я вижу, что Александр Голевец очень нравится Эрика Корчагина. Они нашли язык, понимание. Это очень важно, когда тренер и футболист. Но, опять же, да, и Корчагину нет вопросов, что он-то цепляется, он не халтурит, он отрабатывает свое время. Вот, но пока что до Корчагина, для Корчагина нужны соответствующие партнеры, пока их нет. Ну, либо какое-то понимание, да, немножко другое. Потому что часто Корчагин цеплялся за мяч, и бывают ситуации, когда ты можешь принять, придержать, зацепиться, так скажем. А иногда нужно скидывать себя в касании. И очень много было таких ситуаций, вот именно, когда не было времени. И почти все эти скидки, которые, в принципе, ну, они идут в определенные зоны, да, и эти зоны, они, ну, практически у всех команд, они одинаковые. И вот в этих зонах никого не оказывалось. Это было большой проблемой, потому что это сразу же потеря, это сразу же перехват и, соответственно, возможность для контратаки. Ну, в целом, все равно, футбол-то был интересный, да, мы смотрели с удовольствием, и, на самом деле, оторваться-то не могли. Желаем коллективам продолжать именно в том же духе. Вот этих две сумасшедших ничьи у нас получилось, и, на самом деле, вот из четырех команд, которые мы назвали, да, сложно кому-то отдать победу, да. Вот, мне кажется, на ничьи команды наиграли, и если кто-то проиграл, было бы обидно. Хотя, если бы кто-то и выиграл, да, тоже не скажешь, что было бы, например, несправедливо. Ну, то есть, палка в двух концах такой. Ну, классический, классический, абсолютный вариант. Надеюсь, никому победу отдавать точно не нужно было, и это все вот такую небольшую интригу уже с самого начала чемпионата, ну, у нас заварило. Ну, давай еще поговорим с тобой о двух новичках, которые пришли к нам в западную премьер-лигу, поднялись из дивизиона ниже. И, кстати, Мегатитан тестировал обновленный Коммунар, Коммунар, который лишился, во-первых, он выиграл первый дивизион, он лишился своей главной ударной силы, это Федор Зинченко. Мы читали, смотрели, что пишет тоже Максим Киселев, да, и он тоже задавался вопросом, что же будет Коммунаром, да, как будет команда действовать. Но, на самом деле, катастрофа абсолютно не случилась. При определенных обстоятельствах, конечно, Коммунар мог и зацепить очки, да, и, например, начать чемпионат с набранных баллов. Но все-таки проиграть Мегатитану 2-1 в такой борьбе, это не зазорно, не стыдно, это нормально. Так, в принципе, и должно было случиться. Мегатитан в какой-то момент все-таки понял, что хватит заниматься ерундой, надо сейчас брать результат, может быть, не игрой. Но, по крайней мере, потому что вот этих трех очков в том году с Гатаговым, когда они проиграли победу, и не хватило как раз в концовке, чтобы стать чемпионами. Безусловно, но тяжело отдался второй мяч Мегатитану, там, с Терентьеву, аж центральному защитнику пришлось в этой атаке поучаствовать и стать автором, кстати, забитого мяча. Но Комунара поставил очень хорошее впечатление, единственное, что в какой-то момент, может быть, это действительно Мегатитан включил повышенные обороты, заиграл на все 100%, а может быть, и где-то Комунару не хватило того самого стержня. Уже не первый раз вижу, как команда играет в очень приятный, очень красивый, симпатичный футбол на больших скоростях, но почему-то только первые 15-20 минут. Комунара, ты сейчас имеешь в виду? Нет, я в принципе говорю, что команды такие. Часто видел такую ситуацию. И вопрос в том, почему так случается. На мой взгляд, просто где-то не хватает, можно назвать, стержня, что ли, который должен держаться на протяжении всех 60 минут, чтобы команда не прогибалась в каких-то моментах, а именно гнула свою линию. И вот этого Комунару, на мой взгляд, немножко не хватило. В концовке встречи, если откровенно говорить, Мегатитан зажал настолько Комунара у своих ворот, что деваться было некуда. Честно говоря, поражение было неизбежным. Ну, давай скажем, что в этом нет ничего зазорного. Мы здесь не ходим по косточкам Комунара и не критикуем данный момент, потому что это для команды, которая проводит свой первый матч, дебютный матч в западной премьер-лиге против такого маститого коллектива, как Мегатитан. Да, это, в принципе, нормально. Тем более, что большую часть матча, в принципе, Комунар смотрелся достойно. И есть интересные футболисты, тот же Михаил Сапранович, который забил, да, и Григорий Четверик нападающий, и Максим Скалов мне, кстати, понравился в центре Комунара. В принципе, при должной явке вполне может действовать очень-очень симпатично. Вопрос то, что результат может быть не сразу, понимаешь. И главное, чтобы у руководителя все-таки было терпение, и это терпение придавалось все-таки игрокам, которые также, да, смогли вот эту серию неудачь, если она будет, да, например, смогли ее как раз преодолеть. Ну, посмотрим, посмотрим. По одному матчу вряд ли стоит делать какие-то выводы, да, но все-таки мы всегда, да, вспоминаем, и как Мегатитан начинает сезон, и это не самое такое вот уверенное, да, и очевидное начало. Поэтому сложно сейчас вот говорить, на каком фоне мы увидели Комунар, на фоне топ-команды, или же на фоне топ-команды, которая только вкатывается в сезон. Да, потому что вроде сейчас хорошо сыграли с Мегатитаном, все класс, супер, да, и значит нам там боли слабые, будет по плечу, да, на самом-то деле сейчас... Не факт. Да, не факт, в том-то и дело, да, сейчас будут все настраиваться, две команды у нас еще не играли, поэтому посмотрим, посмотрим, очень интересно. Ну, подытожим, да, Комунар привел приятное впечатление, да, будет интересно наблюдать за его выступлениями. Ну, еще один дебютант Adidas U23. Честно говоря, абсолютно я перед матчем с CDN не представлял, как может сложиться игра, потому что CDN практически полностью поменял состав, из тех таких опытных футболистов остался разве что... Анти. Анти, дроп анти, да, дать им, спасибо. Вот, Сашнин перешел, который провалился с Дон... Боссоединился с Евгением Кокацием. Да, с такая связка из КПРФ, вот, ну, пожалуй, все. Кто играл на таком более-менее высоком уровне. Остальные все... Не, ну, остался Налетов все-таки. Защитник уже не первый сезон выступает в Премьер-лиге, поэтому, в принципе, еще и можно назвать его, да, где-то перспективным, потому что не такой возрастной, да, игрок. Ну, вот еще буквально полтора года назад играл в молодежной сборной Запада, поэтому, да, действительно, ну, в самом Саку-то точно, но посмотрим, были травмы, была нестабильная игра, и таким уж там звездным игроком пока его, конечно, назвать нельзя. Тем не менее, здесь, опять же, здесь как раз нельзя делать какие-то выводы по CDN. Вот по Адидасу, вот, у меня сложилось впечатление, что это пока явный аутсайдер нашего чемпионата, честно говоря, и... Ну, не видели еще, между все-таки, всех, да, но вот из того, что видели, да, пожалуй, самое вот непонятное впечатление оставил именно этот матч в целом. И CDN тоже, я могу тебе сказать, не произвел впечатление прошлогодней команды. Ну, конечно, нет, конечно. И больше скажу, что, в принципе, далек CDN еще вот какого-то вот действительно топ-уровня от того, куда они, в общем-то, всегда, ну, я имею в виду, риэлторы и стремились. Нет, не то, что еще далек, а может быть, он уже далек, знаешь, может быть, вот так даже вопрос можно будет ставить. И не факт, что они к этому топ-у-то и сумеют подойти, понимаешь, потому что заменить тех, кто ушел, практически нереально. Это понятно, да, заменить нереально, но здесь вопрос, на что будет претендовать CDN. Если это, опять-таки, борьба за тройку, победа там в любом кубке, то с таким составом, с такой игрой в этом сезоне вряд ли что-то получится. Дима, извините, сразу перебьют твои мысли, скорее всего, насколько я знаю, что нету задач быть где-то в тройке, еще где-то, быть просто играть. Пока нет официальной версии, да, мы пока не будем давать какие-то действительно вот эту информацию. Есть задачи, нет задачи, но CDN мне напомнил, знаешь, команду риэлторов, где-то двухлетней, может быть, давности, когда, в общем-то, игроки-то хорошие, да, но они играют каждый сам за себя. И здесь вот в плане командных действий у CDN были большие проблемы, на мой взгляд. Но перспективы есть, как думаешь? Перспективы, конечно, есть, потому что есть все-таки какой-то подбор футболистов, есть опытный и, самое главное, не психующий наставник, я имею в виду, который не будет метаться из угла в угол, да, и какие-то вот новые тактики пробовать каждый день. Поэтому, надеюсь, что, да, где-то к середине сезона уже CDN наберет свою полную мощь. Ну, посмотрим. Пока CDN это действительно кот в мешке, вроде бы чего-то ждем, но на самом деле не факт, что может что-то вылисти, как говорится. Тут, да, тут либо в какой-то момент все это вот так вот по щелчку заработает, заиграет и пойдет результат, либо получится довольно-таки такой тяжелый сезон, переходный, когда вот команда будет строиться заново, считай. Так, Дим, ну, давай поговорим с тобой теперь о трансферах. Трансферов было много интересных, вот сейчас на ваших экранах вы все видите их, и на самом деле большинство трансферов, они такие были внутренние, да, то есть, во-первых, много пришло футболистов, которые когда-то играли на Западе, которых мы прекрасно знаем, либо внутри коллектива, то есть, каких-то вот таких прям из лиги в лиге, да, каких-то или новых имен все-таки, наверное, нет, но имена все равно очень-очень звучные и громкие. Например, вот тот же ФКСП, да, потому что такая самая большая, наравне с Титаном, трансферная компания, да, пришли Георгий Кашакашвили, Виктор Воробьев, Кимур Гейсер, Даниловский, Урозаков, да, и Алумона в какой-то степени, я тоже вернулся, да, потому что он в трансферах, да, при этом ушли Сашнин, Аванесян, Дмитрий Епифанов ушел в Интер, Сергей Фаустов в Атлантис, вот, пожалуйста, да, это вот такие вот значимые трансферы, которые мы выделяем, в принципе. Ну, по большому счету, ни Фаустов, ни Сашнин, они не играли. Да, они погоду не делали, абсолютно с тобой согласен, да, как бы, ну, фамилии более-менее звучные, да, они на выход, но с точки зрения ФКСП, да. Дмитрий Епифанов, Дмитрий Епифанов, это тоже очень хороший голкипер, очень хороший человек, и душа компании, да, душа в том числе и ФКСП, но я думаю, что переход в другую команду никак не помешает ему приезжать на матчи ФКСП и точно так же поддерживать атмосферу там в той же раздевалке или, в принципе, оставаться с командой. Ну, вот, интересно, что говорят, у Дмитрия Епифанова не все лается в Интере пока, ну, пока, в принципе, еще сезон не стартовал, может быть, пока тоже еще набирает Дмитрий формы, но мы, естественно, желаем ему здорово заиграть. Ну, и, конечно, вот Урозаков, да, тоже вернулся из-за авангарда, который прекратил свое существование на Востоке, ну, посмотрим, посмотрим, конечно, на фоне Альбиона 9 забитых мячей, здесь нет ничего удивительного, но, в принципе, командную мощность усилился в ФКСП. Безусловно, ну, у Урозакова нужно смотреть как раз не с Альбионом, действительно, его уровень будет виден уже каким-нибудь топ-соперником, вот тогда он у себя уже начнет действительно проявлять. Высиление, безусловно, ну, и хорошая трансферная политика от ФКСП в целом. Такая же, как и от Титана, но здесь... Здесь вот, мне кажется, что перебор, я уже озвучивал эту мысль, что тяжело придется Алексею Медведеву по ходу сезона, потому что сейчас восстановятся все, да, у кого есть травмы, и будет тяжело, на мой взгляд. Ну, либо Алексей Медведев знает, что не все восстановятся. Или что-то еще, да. Или что-то еще, да. Ульяненков, Камисов, Мамаду, Харламов, Кулагин, Катаев, это вот те футболисты, которые пришли, а ушли-то, по сути, Лушников и Медведев, ну, и сам Медведев, собственно говоря, да. Поэтому здесь действительно как бы не перебор. Тот же Ульяненков наверняка не будет сидеть, да, он и не сидит сейчас. А Габцев... Ну, они будут играть, скорее всего, где-то равное время, либо как-то там, может быть, вдвоем даже на поле. Здесь как раз более-менее все понятно, но поправится Севастьянов, Мамаду поправится. Всем им нужно будет находить место на поле. А в любых зонах, в общем-то, у Титана и так. Ну, не то чтобы перебор, но игроков много. Да, и все по-футбольному злые, да, и никто не захочет сидеть и играть по 10 минут. Но это действительно так и есть. И все-таки себя не обманешь, как футболист, да, который тоже хочет играть. Мега Титан, кстати говоря, у нас сработал здесь достаточно точечно. Он отпустил лишь Эрика Корчагина, тем самым так дав воздух Сергею Кутузову, да, который должен расправить вновь крылья. Ну, и если мы не берем таких заслуженных уже футболистов, да, это Алексей Захаров, Кудрявцев, Юрий Король, да, в принципе, ну, они уже по году в последнее время в Мега Титане последние несколько лет, да, не делали, поэтому, ну, мы так же... Да, не даже, да, на матчи то ли не вызывались, то ли сами не приезжали. В общем, в любом случае мы их очень редко видели. Да, да, при этом на вход зашли Сергей Дрягин, для нас был абсолютно непонятный футболист, ну, вот... Неизвестный лампус. Ну, в то же время мы не знаем, да, потому что мы его не видели, вот, проявил себя с очень хорошей стороны, забил матч против Кумунара, смотрелся здорово, действительно, Ибрагим Ибрагим вообще начал матч в стартовом составе, и... Ну, пока, пока не произвел того впечатления. Ну, перед игрой, честно, Дима, да, вот я тебе говорил, нахваливали, хвалили там, супер топ, ну, да, я с тобой согласен, что там... Пока нет, пока вот совсем не уровень Мега Титана, посмотрим. И опять же, я говорю, что это первый матч, и тем более, что первый матч не только Мега Титана в этом сезоне, еще и игрока за Мега Титан, поэтому, ну, конечно, нужно, наверное, какое-то время, чтобы влиться в команду. Ну, вот Ибрагим Ибрагимов перешел из Умруда 86, Ну, так же вернулся Владимир Читая, он играющий тренер. Но не играл. Да, он не играл, но, скорее всего, большая часть так и будет, но в случае чего он в заявке может, в принципе, переодеться, помочь. Ну, подменить того же Сергея Кутузова, да? Ну, да, да, да. То есть, если вдруг у него будут какие-то там... Да, да, ну, и все-таки, я еще отмечу из таких топ-трансферов, это все-таки переход Валерия Аванесяна, да, из ФКСП. Здесь он сразу занял место в стартовом составе. Я думаю, что... Ну, еще бы он под руководством Читая сидел на замене. Ну, да, согласен. Поэтому это вот такой тоже топ-трансфер. Ну, ЦДН вообще здесь полностью обновился. Здесь, наверное, проще говорить, кто ушел на выход. Это все. Да. Больше всего, вся опытная братья, так скажем. Все, кого говорили, все они, конечно, ушли. Из тех, кто пришел, я бы отметил. Кстати, мы сказали, что Кокацей восоединился с Сашниным. Сашниным, да, еще, кстати, Лунегов добавляется к ним тоже такой трансфер получается у нас. Ну, все перечислять не будем, потому что вот в основном таких вот известных, да, наверное, все-таки футболистов здесь топовых нет. На первый взгляд, да, вот так мы будем, скорее всего, критичны. На Успенская, да, это, опять же, Корчагин приход, Козлов, Леонтьев, да, вот такой достаточно неожиданный трансфер. В принципе, как бы ты улыбаешься, да, потому что нигде ни в одной команде, мне кажется, сезон Леонтьев, да, не доигрывал. Да, это правда. Ну, не знаю, я думаю, что все-таки возраст должен уже сказаться. И как-то где-то нужно быть потерпимее, да, и к себе, и к партнерам, да, вообще, в принципе, к окружающим. Понятное дело, что не у всех все будет получаться, тем более не с самого начала. Но надеюсь, что, как бы, вот этот действительно, как сказал Максим Киселев, этот роман Леонтьева и Успенского, он будет долговечен. Но сам Дмитрий, сама его игра очень запомнилась, понравилась, и, ты знаешь, здорово выглядел, там, и в крестовину попал. Действительно очень яркий игрок. Юрий Козлов из-за авангарда усилит оборону, это однозначно. Человек опытный, 33 года, все при нем. Ну, и вот Максим Шуньков еще такой интересный трансфер из Торпеда Сити. Будет подносить, должен, по идее, подносить снаряды на Эрику Корчадину. Ну, говорят, очень хороший удар у этого футболиста, но вот расчехлить его с Асланом Гатаговым не получилось. Ну, вот этим уже не удивишь, если честно. Хороший удар, ну, у всех сейчас уже хороший удар. Кто прошел там футбольную школу, я думаю, что вряд ли у кого-то удара нет. Единственное, что может быть какой-то действительно там фантастические удары, типа Бирюкова, да, вот как исполняют Бирюков или Крылов, которые ставят действительно неразрешимые задачи перед голкиперами. А так пробить, ну, я думаю, что может уже, наверное, любой в нашем мире. Вот, и тем не менее, хороший такой добротный футболист. Ну, посмотрим по одному матчу. Сложно делать таких далеко играющих выводов. Что касается Гатагова, да, у нас выйдет интервью со Асланом Гатаговым. Интересное, большое, вот, поэтому про новичков мы обязательно расскажем. Но отмечу все-таки вратаря Амбарго Хея Нер, вот, который тащил, да, и, по-моему, всем запомнился. Такая прям черная пантера настоящая. Да, и попал он в символическую сборную по итогам этого матча. Действительно, ну, мы говорили, что в этом матче против Успенской Аслан Гатагов голкиперы проявляли себя, ну, во всей красе, и моментов было действительно очень много. Я бы здесь и Рахманько, и Хея бы обязательно выделял, да, это топ уровень. Портер тоже, да, команда, которая все время стремится в Еврокубке, пытается вклиниться в борьбу за медали. Здесь пополнили Дмитрия Лушников, но это вот это усиление действительно, это хорошее, мощное, оно было даже неожиданное для нас. Максим Ходин поднялся из Портера, крайний защитник, Валер Саламаха из техносилы. Ну, такой тоже спорный трансфер, наверное, скорее на будущее, потому что Максим Ковальчук все-таки умеет и любит работать с молодыми футболистами. Посмотрим, получится или нет. Ну, и на выход Роман Нестратов, да, вот, к сожалению, его ключевые ошибки где-то все-таки не срослось. Не срослось, да, у Романа с Портером здесь объективен выбор Максима Ковальчука, и с другой стороны, как бы, я не думаю, что Нестратов на этом, ну, стоит как-то расстраиваться, нужно просто найти другую команду и попробовать свои силы там. Ну, пока он свободный агент, ну, и на выход пошел Сергей Греченков, который, в принципе, играл на многих позициях, включая Вратарскую, который везде успешно всех подменял, им затыкали дырки, вот он теперь, Сергей, перешел в водный стадион на север. Вот, ну, и из дебютантов, да, из, отметим, Феникс 9, и это Федор Изинченко, Антон Ходорев, FCDN 2 добавился, Андрей Моисеев, кстати говоря, да, который играл за Мега Титан, да, или попросту Мася, за Каид, имеет опыт и выступление на высоком уровне, и, в принципе, это вот с точки зрения опыта, конечно, поможет тоже. И, кстати, вот такой интересный трансфер Бека Циколи. Перешел, помнишь, ему, да, помнишь, его под сет номер 7 он играл, вот, тут держал наши команды, может быть, посмотрели руководителя на Беку Феникса 9 и решили пригласить его. Ну, такая довольно-таки агрессивная все-таки политика, по большому счету, у Феникса 9, потому что забирает футболистов у своих конкурентов, если говорить про Коммунар, то это самое, что ни на есть прямой конкурент, поэтому, да, вот здесь где-то с хитринкой, мне кажется, к трансферной политике они подошли. Ну, посмотрим, что будет на выходе, вот такие у нас трансферы получились, постарались мы отметить самое интересное, главное, чтобы все теперь сыгрались и показывали интересный футбол. Дима, давай посмотрим на календарь, что у нас в эти выходные, в эти выходные мы показываем ФКСП, АФК Портер, это центральный матч, будет в субботу в 15.30, ну, также ЦДН Феникс 9 будет интересно, да, тот же Трансконтрейнер с Коммунаром, мне кажется, может побороть. Да, на старте сезона все очень интересно. Титан Гатагов, да, тоже непонятно, вот единственное, ну, наверное, Успенская явно фаворит с Дидасом 23, и Мега Титана, наверное, все-таки фаворит с Космос Феер. Хотя, да, мы не отметили, что интересно будет посмотреть Космос Феер, которая это одна команда, которая сейчас объединилась. Вот пока интересно за всеми наблюдать, потому что мы не видим еще какой-то вот конечный вариант, ни одна команда, наверное, не продемонстрировала то, как она будет выглядеть по ходу всего сезона. Наверное, ближе всего уже к какой-то такой конечной модели, ну, ФКСП можно, да, и здесь, исходя из счета, понятно, ну, и исходя из того, как команда, в общем-то, провела этот матч, и какие футболисты были приобретены. Который вечно стабилен. Да. В этом сезоне мы решили немножечко разнообразить центральный матч тура, и после каждого матча будет рубрика таких футбольных экспертов, и ее мы назвали «Важное мнение». Давайте послушаем. Керехов, Евгений. Твои впечатления после матча центрального на Западе? Ну, хорошая игра, понравилась. Чувствуется, что первый тур, команды волновались. «Титан» практически обновился, смотрю, там много новых игроков. Неплохо, нормально сыграли. 1-1 заслуженное. Ничего нормального, транс-контрейнер не заслуживает поражения. «Титан» тоже нормально сыграл. Кто понравился? Ну, больше равная игра. Я бы не сказал, что кто-то понравился. Больше эмоций, больше такого сумбура. Ну, ничего, нормально. 1-1 – это хорошая игра, хороший результат. Из игроков кто-то запомнился? Ну, как обычно, в «Титане» вот этот Виктор Капков, да, 33-й он, хороший. Восьмой номер у них хороший. У «Транс-контрейнера» капитан, как обычно, надежный, вот этот вот Сергей Зайцев. Павел Крылов у них. Ну, вот этого больше ждал, это Илья, вот этот Ульяленков. От него больше ждешь, но чувствуется, что он, действительно, ведь новый. В «Портере» немножко по-другому играл. Он еще вкатится, сыграется в сезон, нормально обойдет игру. А так, хороший футбол, нормально. Ну, а теперь поговорим мы о первом дивизионе, который год уже. Первый дивизион обещает быть жарким, интересным, огненным. И первые два тура, в принципе, они были, не стали исключениями. Вот, честно говоря, Дим, было у меня вот такое ощущение, что, да, что, как обычно, кто-то стартанет очень хорошо, будет прям команда, которая будет выделяться и так далее, да. И быстро мы сможем сформировать, да, там определенных лидеров, да, кто будет выделяться и так далее. Но вот я сейчас после двух туров понял, что абсолютно все будет наперекосяк, и, мне кажется, команда будет идти просто очко в очко. И, на самом деле, если ты можешь быть в зоне вылета перед каким-то туром, то после него ты можешь быть уже в зоне стыковых матчей. Я вообще не удивлюсь этому. Да, безусловно. Но вот если вспоминать прошлый сезон, и резвый старт, если ты помнишь, Аланьи, и как команда в итоге завершила чемпионат, поэтому, наверное, чего-то предсказуемого ждать, особенно вот по первым турам от первого дивизиона, наверное, не стоит. И действительно, результаты все абсолютно разные. И даже вот та пятерка, которая еще не набрала ни одного очка, хотя уже, в общем-то, матчи были какие-то сыгранные, она не выглядит как пятерка аутсайдеров. Да, в ней есть три команды выходца из второго дивизиона, и, конечно, им будет тяжело на протяжении всего сезона. Но вот тот же самый Арсенал-Портер, я думаю, что они обязательно еще поднимутся и будут вполне вероятно конкурировать даже с первой десяткой там или даже выше. Ну, Арсенал, как обычно, стартует очень тяжело, все-таки футболисты там возрастные, да, и они прекрасно понимают, что лето это не их время года, они ближе к зиме, осенью начинают уже показывать свой футбол и свои очки обязательно еще наберут. А что касается Портера, ну, здесь пока все очевидно, да, Илья Ульяненков ушел, и это громаднейшая потеря, хотя, так, неосторожно я все-таки подошел к Максиму Ковальчуку после матча, да, и, ну, я видел, что он расстроен, но почему-то меня все-таки потянуло спросить, Максим, у вас все-таки тяжело без Ульяненкова? И Макс, честно говоря, я так, ну, я видел, что разозлился и сказал, нормально без Ульяненкова, хорошо без Ульяненкова. Видно, что достает его этот вопрос, но при этом он не может сказать, что действительно тяжело, да, ну... Ну, это его, как бы, эмоции можно понять. Конечно, да. В свое время такую же вот где-то ситуацию переживал, если ты помнишь, Магистраль, когда к ним пришел Игорь Крыжановский, и действительно говорили в большей степени не о команде Магистраль, а об игре Игоря Крыжановского. Вот был такой, ну, если хотите, парадокс, да, но, с другой стороны, он имел место быть, и он был, в принципе, обоснован, так же, как и в каком-то плане разговора об Ульяненкове, да, и о том, что он во многом делает результат в хвате. Ну, он делал, собственно говоря, и его ход, ну, это однозначно стопроцентная потеря, ну, и я не знаю, очень сложно будет заменить, и, возможно, Портер пока просто не перестроился, и нужно какое-то время. Ну, посмотрим, как будет действовать, но пока у Портера два поражения в первых двух матчах. Я уверен, что и Максим Ковальчук, и руководство команды легко преодолеет этот кризис, найдут какие-то новые вливания, ну, или просто перестроятся, может быть, будут играть уже не в такой атакующий футбол, да, все-таки Портер иногда и в двух нападающих выходил, да, Гаранин и Ульяненков. Может быть, вот от этого уже, наверное, и придется где-то отходить, да, где-то от печки плясать. Ну, посмотрим, на самом деле, как будет выстраивать команду Максим Сергеевич Ковальчук. Кстати, вот мы говорили с тобой про Арсенал, что они наберут, они играли с пока лидером чемпионата, это Константа, который взяла, одержал победу достаточно крупную, вы видите, да, на, сейчас на ваших экранах, что, в принципе, моменты были у Арсенала, он мог забивать, вот, и где-то даже играл более-менее, старался играть на равных, но все-таки молодость, наверное, из-за Дор Константа, они сказались ключевыми, оказались факторами в этом матче, да, да, вроде бы 5-1, но, мне кажется, немножко, не совсем отображает, как было на поле. Возможно, возможно, не отображает, здесь перед матчем, буквально на ходу, спросил у Владимира Тихомирова, как, собственно говоря, обстоят дела с Арсеналом, да, потому что, ну, прошлый сезон выдался очень тяжелым, особенно для тех, кто именно занимался развитием, да, и сохранением коллектива, вот в этом сезоне, все-таки уже с улыбкой более-менее на лице, Володя сказал, что пока собираемся, пока есть люди в отпусках, в общем, пока собираемся, будем играть, будем набирать ход непосредственно по ходу сезона. Ну, это стандартная ситуация, да, поэтому не будем говорить, еще одна опытная команда, это Кегли, она резво стартует, кстати, в прошлом году она тоже очень хорошо начала и держала хорошие темпы, и сейчас вторая победа, была обыграна Мистерия, да, и мы тоже этот матч снимали, вот у нас есть нарезка забитых мячей, и вот ощущение, что очень легко были забиты эти голы, как-то уж играючи получилось, я не знаю, может быть, это обмачивая впечатление, но вот по видео ощущение, что Кегли просто разрывали Мистерию, ну вот, может быть, Мистерия не готова там к первому дивизиону, или еще тоже не в оптимальном составе, интересно. Я, честно говоря, тоже от Мистерии ожидал большего, но, зная, как все-таки тяжело играть с Кеглями, как они умеют истушить игру, и где-то играть там, да, жестко, где-то даже, может быть, грубо, и при этом сохранять свои ворота неприкосновенности. Кстати, единственный гол, да, был забит, ну, там просто Капралов, видимо, то ли солнце закрыло, да, как-то вот обзор, то ли еще что-то, ну, в общем-то, необязательный гол совершенно Дмитрий пропустил, и тот матч мог завершиться вообще с сухой победой в пользу Кеглей. Вполне. Вот, но, тем не менее, да, сейчас Кегли делают то, что умеют, на опыте они, конечно, обыгрывают, тем более дебютанта первого дивизиона, опять же, да, между вторым и первым все-таки тоже разница есть, и тем более Кегли это опытный боец, который, в принципе, мог бы еще играть неплохо и в западной премьер-лиге, но... К тому же, как мне показалось, немножко команда усилилась, были видны свежие лица новые, и такие вот интересные, очень обдуманные атаки были, поэтому, да, где-то вот мистерия была, наверное, и оборона, в том числе, и команда была не готова к этому, потому что голы действительно забивались, ну, на первый взгляд, очень легко. Еще одна команда, которая имеет стопроцентный результат, это Испокаюк. Перед вторым туром Испокаюк и Дюпель-13 имели по одной победе, и кто-то из них должен был потерять очки, оказался им Дюпель, но вот Испокаюк вообще в прошлом году, я помню, когда я смотрел эти матчи, смотрел матчи с этой командой, команда интересная, такая живая, да... Но очень нестабильная, но при этом, да, да, очень нестабильная, при этом всегда была внизу, хотя я вот смотрел по игре, думаю, странно, да, ну, как минимум там в десятке она должна быть, но вот сейчас достаточно уверенный старт, и обыгран очень неприятный Дюпель. Да, Дюпель, ну, вот Дюпель по чести нестабильности здесь, наверное, все-таки держит пальму первенства, какой состав у команды, ну, мы много говорили, на самом деле, о Дюпеле, о составе этой команды, о возможностях, да, об амбициях многих футболистов, но вот, к сожалению, не всегда эти амбиции сходятся с результатом. Ну, кстати, здесь СПК Юг 3.0 в Виолу спокойненько, там, все было в их руках, но вот... 3.2 там, да. 3.2 было, да, потом все на Тониково, кстати говоря, ты знаешь, что... Дюпель 13, как в прошлом году, наверное, вновь ждет какая-то такая турбулентность, да, то она будет чердовать какие-то феерические матчи. Я вот надеюсь, что нет, я, если честно, Миша, надеюсь, что нет, что вот в этом сезоне все-таки Дюпель соберется силами, соберется силами и СПК Юг, и вот они смогут гладко пройти всю дистанцию чемпионата. Для этого нужны, конечно, колоссальные и административные ресурсы, в том числе, потому что все-таки собирать всех, подстраивать время, выбирать, все это очень сложно, но вот если за это взяться с самого начала сезона, то, наверное, и позиция где-то вверху турнирной таблицы, она будет этот интерес обновлять и подогревать, поэтому вот, честно говоря, очень хотелось бы пожелать этим двум коллективам стабильности. Самый крупный результат у нас получился в самом позднем матче этих выходных, 21.50, Ватутина встречался с Ультрой, и здесь, ну, действительно, получился такой разгром, 3.10, целых 13 забитых мячей, ну, Ультра это такой крепкий середнячок, первая дивизиона может с любым бороться, но при этом может также любому проиграть сопернику, вот, первый тур Ультра пропускала, сумела подготовиться, зато ко второму, и не оставила шансов на Ватутину, который два поражения уже, кстати говоря, подряд. Ну, Ватутина дебютанты первой дивизии. На мой взгляд, абсолютно нормальная история, тем более, что сейчас, опять же, лето, пора отпусков, все команды, ну, большинство, во всяком случае, находятся не в оптимальных составах, и вполне вероятно, Ватутина это тоже коснулось, ну, и потом все-таки нужно адаптироваться, да, в первом дивизионе, понять, какие требования, какие скорости, и, собственно говоря, как вообще играть в футбол, и как противостоять этим коллективам. Поэтому абсолютно ничего в этих двух поражений плохого не вижу. Да, конечно, можно было бы, да, выиграть, это было бы лучше, но абсолютно нормально, что команда сейчас притирается где-то к новым требованиям, скорее всего, какие-то обновления тоже все это притирается, сейчас приедут люди из отпусков, я думаю, что все должно наладиться. Ну, отмечу еще две команды у нас, это Заречи, которая вообще возглавляет на данный момент, хоть и по дополнительным показателям, таблицу первого дивизиона, был обыгран в втором туре участник Портер, 5-1, это круто, какая-то, что нет Ульяненко, но эта проблема не, точно не Заречи, да, тем не менее, 5-1, ладно бы, если бы там 1-0 проиграли бы, да, но ведь 5-то пропустили, и здесь Ульяненко даже не виноват на самом-то деле, вот. Но, тем не менее, Заречи очень мощно стартовало, да, в первом туре был подиум, может быть, еще и календарь благоволит, да, когда можно вкатиться, можно почувствовать первый дивизион. Ну, и вторая команда, это Атлантис, да, тоже, уверенная победа над Барсом, 6-1, и тут, бац, поражение от Атлетика, 2-3, вот тебе, пожалуйста, вот о чем я тебе говорю. Да, вот этот результат, честно говоря, не видел я матч, параллельно просто проходили игры, и когда я услышал, что Атлетика обыграл, дело не в том, что я верю, не верю в Атлетику, я видел Атлантис против Барса, и, в принципе, да, там, против других команд игру Атлантиса, это, конечно, что-то с чем-то, это совершенно космический уровень, и вот нужно действительно выделять как-то, я не знаю, тех, кто смог обыграть эту команду, потому что здесь большая, конечно, ну, большая, конечно, должна быть доля и где-то везения, наверное, и мастерства, и физической подготовленности, потому что Атлантис переиграть очень сложно, его можно перебегать, перетерпеть, вот как-то так. Вот, Дим, вот ты, собственно, и сказал рецепт успеха против Атлантиса, да, Барс играл, старался играть в футбол, Атлетика закрывалась, искал свой шанс, после первого был 1-1, и играл вот эта вязкая игра, то есть Атлантис не любит играть. Вот, пожалуйста, показали, как не надо действовать, показал Барс, как надо действовать, показал Атлетика, в результате 3-2 Атлетика набирает первые очки, Атлантис первые свои очки теряет. И вот, мне кажется, вот этот матч, это результат квинтерсейса всего нашего чемпионата, который будет, и будет он туда-сюда. Мы очень сложно будет предсказывать какие-то результаты, потому что, как показывает даже второй тур, здесь могут быть самые неожиданные результаты. Да, ну, по словам Максима Киселева, Атлетика ставит перед собой задачи, очень большая амбиция у этой команды, и вообще даже ходили такие слухи, не буду говорить, кто их пускал, что Атлетика вовсе уже нацелилась на премьер-лигу, причем еще в этом сезоне, да, команда хотела туда заявиться, но вот, видимо, все-таки решила, что нужно сезончик повариться еще в первом дивизионе. Поэтому, я думаю, что задачи у Атлетики, они очевидны. Это, конечно же, выход в премьер-лигу. Ну, очень много, на самом деле, турниров на таблице на ваших экранах, очень много претендентов, кто мог бы идти в лидерах и претендовать на выход в премьер-лигу. Сейчас я так даже сходу не скажу явных фаворитов. Да, я бы, вот если бы Атлантис выиграл бы у Атлетика, я бы все-таки могу сказать Атлантисом, например, да. Но вот, ну, пожалуй, Кегли можно бы отнести к таким вот все-таки фаворитам первого дивизиона. Да, вот то, что касается Кегли, этой команды, то в первую очередь на ум приходит стабильность, да. И если, а ведь самое главное, стабильно пройти весь сезон, очень ровно пройти чемпионат, и тогда действительно можно надеяться на какие-то медали уже по весне. И Кегли, в принципе, на это способны. Дим, кстати, мы с тобой не отметили такой интересный момент, первое поражение за два года импульса. Вот оно что, мы совершенно забыли от мистерии. И помнишь, мы призы даже давали в свое время за ту команду, которая обыграет. Но это было во втором дивизионе. Ну, так как никто не обыграл, призы мы в итоге-то и никому не отдавали. Да, тем не менее, вот в первом туре у импульса случилось поражение со счетом 4-3, как раз вот от выходца тоже второй дивизион, от мистерии, да, вот тоже мистерии. Пожалуйста, с импульсом обыгрывает, да, при этом проигрывает кеглям 3-1. Ну, здесь, наверное, стоит осили кегли, да, в первую очередь думать. Ну, и мистерия опять же такие, все-таки это дебютант первой дивизионы, и нужно время, чтобы немножко адаптироваться. Да, где-то команда смогла одержать победу. И не факт, что, в принципе, не будет, да, побеждать. Но все равно вот это время, это притирка, оно должно пройти. Все это, ну, через это никто не перескакивает, да, оно одинаково у всех команд. Ну, вот то, что касается импульса, обыграли они 1-5 подиума. Ну, понятно, что два вторых дивизиона были на раз-два, но вот первый дивизион немножко уже другая совершенно атмосфера, и здесь на полноги никого и просто так не обыграешь. Тем более все знают уже об этой серии, да, два года без побед, и здесь будут настраиваться на импульс будь здоров. Похлеще, чем на Атлантис, Барс там и кегли те же. Ну, и импульс сейчас будет выступать в виде такого раненого зверя, потому что команда, и особенно ее руководитель, проигрывать никак не любят. И, конечно, допускать два поражения подряд, я думаю, что это будет уже действительно катастрофа небольшая для импульса. Да. Ну, в общем, не первый дивизион, а просто конфетка какая-то. Читайте все самые интересные новости у нас на сайте. Раван Состак пишет просто великолепно, очень вкусно. На сайте также подписывайтесь к нам на телеграм-канал, на западную страничку. Там тоже будут все свежие новости. Но у нас осталось неохвачено только один мини-еврокубок. Это кубок переправы. Почему мы заостряем на нем внимание? Потому что, во-первых, там играла наша команда, Феникс 9. Там участвуют команды, которые играли в первом дивизионе, победители. И, соответственно, Феникс 9 подходит под эту категорию. Они в прошлые выходные обыграли своего в 1-4 соперника и прошли в полуфинал, где сыграли с пиратами. Была крупная победа достаточно. Пиратов потопили, да. Да, пиратов потопили. Борьбы, как таково, не получилось. Ну и в финале встретились мы с Хайтеком. Хайтек – это команда, которая северная команда. Опять вот она противостояние запада-севера. Очень мощная, очень классная. Ну, играет Валерий Лихобаенко, понимаете, да, что это уже топ. И это уже, значит, команда с деньгами, с хорошими. Да, здесь это лучший показатель, лучший индикатор. Но что нужно знать, самое главное об этой команде, что это команда, которая будет претендовать на медали в северной лиге. Во всяком случае, ну, просто по составу, по игре, скорее всего, как бы, нет, ну, будет претендовать, будет ставить такие задачи. Ну, давай, может быть, не на медали, а все-таки на зону Еврокубков, я бы сказал так. Потому что есть, ну, очень маститые там коллективы, там, Гефест, ЦДК, Интер, как минимум, вот уже тройка, наверное, которая будет точно претендовать, мне кажется. Может занять, но претендовать никто не мешает. Ну вот, и как раз это очень сильный коллектив с хорошим подбором футболистов. Они на КФЛ приезжали, да? Да, 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 они на КФЛ играли, они выходили из группы и даже раунд плей-офф проходили. То есть, соответственно, коллектив очень хороший и такая небольшая проверка была для Феникса 9. И, на мой взгляд, они ее прошли. Вот даже несмотря на счет, несмотря на то, что не удалось завоевать этот самый кубок переправы, да и бог с ним. Во-первых, команда проигрывала Феникс 9 по ходу финала, проигрывала два мяча, потом смогла отыграться. И вот этот стержень, этот характер, он присутствует, это уже очень хорошо. И на фоне хай-тека, ну, честно говоря, смотрелся Феникс 9 довольно-таки неплохо. Да, уступили, да, где-то сказались какие-то ошибки, но, на мой взгляд, здесь где-то были, наверное, и тренерские просчеты. А может быть, наоборот, была такая задумка, потому что вот замены семерками-восьмерками, они очень... Ну, это спорное, это очень спорное решение, особенно в финальных матчах. То есть, да, когда тебе нужно, я пытаюсь объяснить это, когда тебе нужно играть несколько матчей подряд, в принципе, в таких заменах есть какой-то смысл, чтобы просто быть готовым к следующему матчу физически. Но можно все-таки это делать как-то более точечно и просто-напросто определить, да, где-то на каждую позицию. Есть по два футболиста, но не обязательно, чтобы они все менялись сразу. И вот этот момент, ну, не могу сказать, что он как-то плохо сказался в этом матче, но, на мой взгляд, здесь нужно либо как-то уж совсем переходить на эту схему, либо придерживаться уже несколько более традиционного чего-то. Ну, где-то я, точнее, со всеми словами я с твоими соглашаюсь. Единственное, не согласен с тем, что ты говоришь, бохнем с этим кубком. С точки зрения, может быть, статусности, там, кубка ЛФЛ Лиги чемпионов, какого-то чемпионата, да, но все-таки давай отметим тот факт, что эта победа дает путевку кубок ЛФЛ. И Фениксу 9 он как раз очень бы не помешал. И это плюс одна путевка от западной команды, ну, мне кажется, нам бы очень пригодилась. Вопрос, что даже в финале Феникс 9 не был фаворитом с хай-теком. Вот здесь точно. И, да, победа хай-тека, в принципе, она, ну, это нельзя назвать сенсацией. Безусловно, где-то даже Фениксу показали, как будет играть, возможно, в премьер-лиге, да, что-то похожее. И Феникс сыграл, на мой взгляд, нестабильно. Здесь провал в начале матча, да, удалось за счет характера, ты правильно сейчас сказал, да, удалось сделать, но может и не пройти в другой раз с более соперником, более топовым. Ну, в другой раз можно и не пропустить, да, сыграть понадежнее. Хорошая пища для размышлений, хорошая пища для размышлений, тем более, не было. Кстати говоря, не было Сергея Владимировича Теблецова, мне кажется, это очень важный фактор. Там голкипер выполнял его функции, и, конечно, вот этот гром, ну, по-другому его голос не назовешь, который сдался над Светрин-парком после пропущенного Фениксом 9 мяча, но до сих пор в ушах звенит. Я согласен, да, голкипер должен, но все-таки это игрок, с точки зрения его, и слышу с футболиста, как игрока, да, все-таки, когда есть авторикет, вот этот человек, который может и взбодрить, когда надо, да, его, конечно, возможно, как раз и не хватило. Поэтому тоже отметим такой нюансик, да, но мы проверим, насколько, если там Сергей Владимирович еще не сможет на какие-то матчи принять, мы проверим, насколько влияет, да, его отсутствие или присутствие. Вот, тем не менее, в упорной борьбе Феникс 9 уступает в финале Кубка Переправы. В прошлом году Успенская завоевала, Фениксу 9, к сожалению, не удалось повторить. Ну, что ж, ничего страшного, да, в принципе, дошли до финала, но вот могли, конечно, себе сделать приятное, да, но все-таки самое главное – это чемпионат. Ну, больше будет времени, да, возможно, сосредоточиться на внутреннем первенстве, на каком-то более построении, что ли, команды, да, все-таки есть и новички, поэтому вполне вероятно, что два фронта они могли и, в общем-то, не на руку быть. Ну, здесь тоже такой вопрос, кому-то на руку, кому-то нет. Посмотрим. Ну, здесь надо собираться два раза за выходные и собираться ездить на выезда. В принципе, с дисциплиной у Феникса 9 в порядке, да, но в порядке один день в неделю. Непонятно, как вот будет при двух. То есть, смогут бы люди приезжать и там с работы отпрашиваться или еще как-то. Все-таки на это тоже время нужно. Ну, и в эти выходные у Феникса предстоит дебютная встреча в матче чемпионата. Ну, а, собственно, на этом все. Еврокубками мы закрываем нашу сегодняшнюю передачу. Теперь мы увидимся через две недели в нашей, как обычно, любимой студии. Ну, а поговорим уже о вторых дивизионах. Ну, а сегодня для вас вели передача Михаила Меркулова, Дмитрий Решов. Увидимся совсем скоро. До свидания. Играйте в футбол. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok